И вот как вы смотрите на то, что если легко поститься во всей Кадыши, во все вайшнавские праздники, как вы смотрите на то, чтобы поститься так же и в Двадыш, и каким образом ты делаешь, чтобы сердце не ожесточалось? Паскал Кадыш означает пир. Поэтому ты решил в Двадыш поститься. Я имею в виду вообще сухой пост. А зачем? Ты хочешь высохнуть или что? Какая у тебя цель? Ну чтобы любовь к Кришне обвести. Стать сухим или как это добавить любви? Вы не знаете, что такое Кадыш. Поэтому вы мыслите материально. Кадыш – это плохой день. Ну астрологически. Где карма собирается, где солнечная активность и прочие неблагоприятные. И с материальной точки зрения это плохой день, 11 день после новой полной луны. Почему же он прославляется? Становится очень важной частью духовной практики. И из всех составляющих духовной практики есть две главные вещи. Это и Кадыши и второе служение в Вашнавом. На таком уровне и Кадыши не будет. Почему? Ответ нет. Благодаря только посту? Ну потому что в этот день особенно благосклонна богиня. Ничего не понимаешь. Ну ты же не знаешь, что такое настоящее Кадыши. Потому что это просто пост и богиня. Потому что ты голодаешь, дает тебе бакти. Но при этом ты спрашиваешь, как, чтобы сердце не ожесточилось. Ты что-то чувствуешь, что это может быть. Потому что поста недостаточно. Дело не в посте. Главное. Пост означает, что ты не соприкасаешься с материальной неблагоприятной атмосферой. И с пищей, где есть вот эта неблагоприятная карма. Вот и все, что пост означает. Но как это помогает твоей бакти? Кадыш означает, что ты круглые сутки воспеваешь и читаешь Священное Писание в экстазе. Не теряя сознание от голода. А в экстазе. Вот почему благоприятный день. Вот почему он могучный день. И настоящий Кадыш соблюдается круглые сутки. Без сна. И без пищи. И без воды. Но ты должен быть в экстазе. Не страдать от голода. Если страдаешь от голода, теряешь сознание от желания спать, это не оказываешься. Он превращается в самоистязание. Такие Кадыши Рупада не соблюдал таким образом. Проповедуйте. Если у вас нет сил в это время проповедовать, ешьте фрукты, овощи и проповедуйте. Будьте вы кстати. Больше воспевайте. Вот это и Кадыш. Тогда ты правильно соблюдаешь. Это мощный толчок дает. Если ты так и Кадыши будешь соблюдать два раза в месяц, повторять много мантры, или много книг распространять, или проповедовать активно в эти дни, наблюдая пост, тогда да, ты получишь особое духовное могущество. Спасибо. Спасибо. Спасибо.